здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня я хочу поговорить с вами очень откровенно на одну тонкую тему которая называется лунный календарь когда начинаешь говорить о лунном календаре со специалистами с агрономами с учеными чаще всего на лице видишь ухмылку и какую-то скептическую такую реакцию ну можно сказать что она почти такая же скептическая как если говорить о гороскопах которые составляются на основе звезд и планет ну с доктором или с каким-то еще специалистом данная тема в ученом мире является довольно таки табуированной практически не существует научных исследований на тему влияния луны на урожайность или на поведение сельскохозяйственных растений при этом на самом деле луна чрезвычайно активно влияет на все живые организмы на планете земля когда-то люди в древности действительно жили по лунному календарю поскольку это было такое но очевидное светило которое меняло свои фазы которые хорошо было видно на небе и люди по нему ориентировались однако же впоследствии с развитием науки и астрономии мы все-таки перешли на солнечный календарь но традиция придерживаться лунного календаря у нас осталось и у многих садоводов и огородников эта традиция выражается в определении сроков посева посадки растений или выполнения каких-либо агротехнических работ соответствии с фазами луны несмотря на то что я также являюсь ученым и придерживаюсь научных точек зрения мой опыт опыт моей работы многолетней подсказывает что не все так просто давайте немного поговорим о физиологии растений фотосинтез это процесс усвоя усваивания света растениями и одновременного усваивания углекислого газа и с помощью энергии квантов света растения синтезируют различные органические вещества так фиксируется углерод который становится доступным и растениям и впоследствии животным что происходит ночью во время полной луны освещение полной луны гораздо гораздо ниже и хуже чем конечно же освещение солнца если в солнечный летний день освещенность достигает 100 тысяч люкс то в полную луну в ясную ночь она составляет всего лишь 0,25 люкс для того чтобы запустить фотосинтез такого количества света 0,25 люкс конечно же недостаточно и те кто считает что луна может каким-то образом влиять на активность фотосинтеза ну они не правы но на самом деле существует и другая проблема эта проблема регулирования роста растений светом дело в том что на поверхности всех растений без исключения на поверхности листьев есть специфические вещества специфические рецепторы они называются фитохромы так вот для того чтобы фитохромы среагировали на свет им необходимо во много в порядке раз меньше света чем это необходимо для фотосинтеза 8 10 квантов света может возбудить например одну молекулу хлорофилла при этом достаточно единичных квантов света для того чтобы полностью перед перри определить судьбу растений при переопределить судьбу роста стебля его сроки зацветания и так далее мы в одном из наших видео уже говорили с вами о растениях длиннодневных и короткодневных в нашей зоне в умеренной зоне для день летом длинный и это очень влияет на многие растения которые зацветают на длинном дне что для нас является неблагоприятным тот же редис или пекинская капуста скажем так старые режимные сорта которые неустойчивы к изменению длины дня на длинном свете зацветают а ведь нам нужен корнеплод соответственно мы вынуждены сеять их очень рано но вот оказывается что если такие растения в определенный период своего развития воспринимают освещение луны как продолжение дня даже изменение длины дня на полчаса а это уже показано серьезными научными исследованиями может полностью изменить дальнейший ход развития растения нет каких-то прямых экспериментов и серьезных научных доказательств того что свет луны действительно влияет на восприятие фитохромами квантов отраженного света и на изменение поведения растения в ответ на такую освещенность но определенные теоретические даже практические предпосылки для этого в научном мире существуют поэтому в любом случае придерживаться лунного календаря не является вредным вреда вам это не принесет но если ваша редиска вы ее посеете таким образом что она будет формировать корнеплод не на пол на луне а на нового луне когда будут темные ночи когда света практически не будет а день будет оставаться коротким есть все основания полагать что корнеплод ваш будет сочным и вкусным а пекинская капуста не так быстро уйдет в цветение как это могло бы произойти если бы вы в определенный период развития растений подвели его к полнолунию когда ночи светлая когда света много и когда вероятно растение с помощью своих фитохромов могут реагировать на продолжение вот этого светового периода и соответственно выдавать нам вместо пышной зелени или вкусных корнеплодов грубую стрелку которая но в общем испортит наши ожидания я надеюсь что небольшой такой экскурс в физиологию растений поможет вам правильно сориентироваться в выборе сроков посева посадки растений и попробовать разные лунные календари и выбрать тот который дает вам наиболее надежный результат я желаю вам успеха призываю вас ставить лайки и подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик а свои комментарии оставляйте на сайте процветок точка ком скором времени мы сделаем там возможность добавления фотографий что очень поможет нам в том чтобы давать вам квалифицированную помощь и консультации всего хорошего